Всем привет! Я нахожусь в гостях, я постараюсь опустить остальные подробности и я хотел бы рассказать вам о событиях 30 июня. Итак, сегодня 30 числа, во-первых, подтвердите, что вас видно и слышно. Итак, сегодня, 30 числа, началось все с акции окупай средственный комитет. Эта акция прошла в целом примерно так же, как прошлый раз. У нас было около 30 или 40 человек. Так, вы меня видите, слышите? Или как? Блин, все вещи и как, кто-то плохо. Итак, у нас было порядка 30 и 40 человек. Блин, не получается. А, и, собственно, ничего интересного, когда вы строение в линеечку пары одиночных пикетов там не было, но что там было действительно интересно, это то, что туда все-таки пришел Вадим Дергачев, который предложил следующую акцию провести, по крайней мере, все выходные напролет, то есть в том числе и круглосуточно. Да, Таня Волосина тоже здесь. Ну так вот, и там была также Анастасия удалецова, которая потом пошла на собрание Левого фронта, на которой меня не позвали за которую, из-за чего я негодую, но это ладно. Ладно, браво, браво, вот вам. Да. Фуболочка усирает. Так вот, и, собственно, возвращаясь к окупоследственный комитет, там также, что и там было интересно, там я нашел парочку защитников Белого дома, которые предлагали именно от лица этой важной группы лиц подать заявление Бастрыкину с требованием о личной встрече. Так вот. И что же, дальше, в принципе, не было, наверное, ничего интересного. Таня Болотина, окупай суд. Дальше, в принципе, не было ничего интересного до самых мероприятий на ассамблее. На ассамблее мы пообсуждали, во-первых, систему образования и пришли к выводу, что у нас есть серьезные проблемы с соответственным образованием социальному заказу и с самой системой, которая не развивается. Эта дискуссия будут продолжены. Также мы подискутировали по альтернативным экономическим системам, обнаружили, что, во-первых, надо посмотреть, как работает американское кредитное товарищество и уже, возможно, организовывать так называемый банк услуг, который заключается в создании такой системы, где каждый будет предлагать свои бесплатные услуги и, таким образом, вводить эту часть из-под ерма капитализма. Вот. Дальше, дискуссии на этом закончились. Началась большая ассамблея, на ней присутствовало порядка двадцати-тридцати человек. Мы успели обсудить регламент принятия решений. Напомню, что из-за этого регламент мне не выделили денег на ноутбук. Но, если бы это было сейчас, проблема была бы решена. Мы научились бороться с троллем Еленой методом живого микрофона и, действительно, если включать живой микрофон, то Елена работать перестает, то есть ее никто не слушает. Вот. Дальше мы подумали о том, что нам стоит устраивать некие централизованные представления, в частности, на пикнике афишек, где-то еще, чтобы говорить о... презентовать, таким образом, ассамблею. И мы также порешали то, что мы будем тюрьминдельку проводить разбор полетов по митингам. Ну и очень большую ассамблею. 14 и 26 июля на одном из ближайших митингов мы что-нибудь, так сказать, сделаем. О, я постараюсь как бы в этом мире встретиться. Вот. Так или иначе, движение окупай будет продолжать свою работу. А что касается завтрашнего дня, завтра будет много интересного. В 14.00 у нас будет траурная прогулка Таганского суда, которая связана с событиями, которые происходят в нашей стране. 1 июля, это повышение цен на сигареты, на алкоголь, ЖКХ и так далее и тому подобное. Траурная прогулка будет проводиться в черных одеждах, с черными розами. Это будет достаточно интересно. Как я уже примерно для себя спланировал, в 16.00 я буду на площади революции, на митинги, организованные в частности сутью времени, ну то есть кургенятами, против ВТО и против ювенальной юстиции. Скорее всего в 17.00 я не попаду на Малибинга, как на Арбате, который устраивает Чаплин. Но в 18.00 я, скорее всего, буду на Новокузнецкой. И снимать там буду очередной пикет Другоросов. Ну и я думаю, к 19.00 я уже буду находиться на Купай Абай, где пройдет мой мастер-класс по стримингу. Соответственно, после этого 21.00 у нас будет малая, да нет, не малая сумма, а политическая игра. Какого рода пока еще не знаю, но в целом будет интересно. Итак, завтра мне можно смотреть, получается, 14.00 где-то до 23.00. Это, наверное, все о сегодняшней, завтрашних событиях. Другая Рассиба в пятницу и воскресенье. Это все о завтрашних событиях. И давайте вы будете задавать вопросы. Кстати, я еще раз повторяю, что вопросы стоит задавать еще до того, как я закончил. Что такое забравление к объекту чувака. Я еще не прочитал твое сообщение о том, кто это. И я это сделаю, конечно, на недельке. В траурной процессе санкционировано ли, разумеется, нет. Но я не думаю, что для того, чтобы ходить с черными розами, у нас требуется разрешение. Какие-то еще вопросы? Что касается секса. То, я не думаю, что Таня скоро уезжает. Ну, я либо уезжаю, либо там видно будет. Есть ли на компе веб-камера? Ну, да, есть. Но на самом деле, по-моему, на компах похожи микрофоны. Но и камера, само собой, далеко не так, как у Galaxy. Поэтому записывать с компа это не очень приятно. В понедельник в Уфе нет вряд ли. Я думаю, что в ближайшие мероприятия, в любом случае, буду освещать в Москве. Деньги у меня на это пока еще есть. Потом я серьезно задумываюсь о поездке по регионам, о чем я в ближайшее время напишу пост. Ну, что же, я ожидаю еще ваших вопросов. Так, ну что, я подожду ваш вопросов еще секунд 30. План завтрашней реакции по стримингу, пока его не существует. Но я думаю, что первые 15 минут-полчаса я посвящу техническим вопросам. А остальное время я буду рассказать, да сказать, о культурной стороне этого, давать какие-то практические советы. Вот. Что-то еще, кроме обзора. Ну, естественно, сегодня, я надеюсь, запереть нормальный пост в блоге про сегодняшнее число. Я полагаю, что у меня это получится. Сегодня я тоже хотел сделать пост про 29-е, но у меня он не сохранился. Ну, я надеюсь, что ничего такого больше не будет. Вот. Ждем. Так, ну что же, если вопросов, наверное, все-таки больше нет, давайте прощаться. Я еще раз напомню, что несмотря на то, что сегодня все-таки появилось какое-то количество сердобольных людей. Где-то у меня сейчас есть порядка 6 тысяч. Это все еще на 12 дней. Соответственно, я еще раз прошу все-таки оказывать мне определенную поддержку на те пару недель, которые я остаюсь в Москве. Блог мой читается в моем ЖЖ, на ссылку на ЖЖ вам дадут все остальные ребята. А, замечательный вопрос. Как мне по 3 секунду до лицового? Мне, на самом деле, просто жутко не идут короткие волосы, проверено. Что же, пожалуй, давайте все-таки на этом закончим. Еще раз прошу меня поддержать. Еще раз прошу выходить на улицы, в том числе от своих городов. Еще раз попрошу участвовать в любых региональных событиях. Еще раз попрошу участвовать в доброй машине пропаганды. Еще раз, наверное, попрошу следить за всеми событиями, рассказывать об этом друзьям. Ну и такая маленькая просьба, все-таки почаще ретвить те мои трансляции, те, кто приходит сюда из твиттера. Наверное, это все, о чем можно сказать сегодня. Блог будет покороче, это хорошо. Давайте, все хорошего, встретимся завтра в районе 14.00.